Зэки на свободе. В отделение полиции России поступили ориентировки на девятерых заключенных, сбежавших из полигона в Белгородской области. Российское издание «Пепел» сообщило о российских беглецах. Шестеро из них самовольно покинули полигон 26 июля. А еще трое смогли это сделать на следующий день. Интересно, что в ориентировке информация о наличии у бывших заключенных оружия отсутствует. Усложняет все вышеперечисленное тот факт, что некоторые избежавших российских зэков ранее осуждены за особо тяжкие преступления. А выпущены они были из мест не столь отдаленных в связи с недостатком желающих пойти на фронт. Пушечное мясо в колонии нашли, но оно долго в таких условиях не продержалось. Двое из бежавших заключенных сидели за убийство. Трое – за нанесение тяжких телесных. Третий – за незаконное лишение свободы. Остальные – по более мягким статьям. Им сразу установка такая, если кто-то назад побежит – расстрел. Отдали позицию – расстрел. Переместились – расстрел. Напились – расстрел. На месте. Сбежавших, которые не выдержали условий войны на стороне РФ, зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сэр и Николай Багров, а также Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин. Сообщаются, что заключенные, вероятнее всего, находятся на территории Белгорода или Шебекина. На самом деле, подобный случай бегства из российских войск далеко не первый. Не так давно ранее упомянутое издание «Пепел» сообщило о еще одном бегстве. Тогда из одной из воинских частей сбежал инструктор отряда «Шторм-Зет», который состоит в основном из российских заключенных. Милые, родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов, мы выбрались группой 30 человек. 138-я бригада, 138-я бригада отряда «Шторм». Мы выбрались не все. Многие. Из 46-ти 30 человек я вывел. Зовут его Евгений Зарубин, и он очень недоволен происходящим. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите, простите, кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей. Однако недовольство длилось недолго. Все то, что я говорил, в действительности есть так. Ребята, численность поменялась. Кто-то нашелся, который был без вести пропавший. Кто-то вместо тяжелого 300-го уже поправился в легкие 300-е, например, я. И мы собираемся обратно работать. Никто контракт не нарушил. После предыдущего видео с рассказом о потерях Зарубин записал еще одно видео, на котором говорит, что ему сказали записать опровержение и сообщить, что того, о чем он говорил, вовсе и не было. Мне предлагают обезличить все наши действия, то есть и всех моих бойцов, чем они занимались, что они работали, и сказать, что это все было неправда. Я как бы записать видео, что это все фейк. Это не фейк. Мы работаем и работали на благо Родины России. Отстаиваю Царство Небесное, землю своего отца и освобождаю ее от хунты. От хунты украинской. Видимо, таки устал освобождать землю отца. Теперь Зарубин в розыске за самовольное оставление части. Его ищут как особо опасного преступника с оружием. Связано ли исчезновение Зарубина с побегом зэков с полигона в Карачанском районе, пока неизвестно. Но вот что точно известно, что условия, в которых находятся военнослужащие, и сподвигают их к побегу. Без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания мы выходим на различные штурманы, различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели, ведут нас на убой. И даже с этих уст иногда звучит правда. Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искренить нас любыми путями.